Приветствую, друзья! Прежде чем перейти к сводке боевых действий на Донбассе, обратите внимание на эту фотографию. Это снимок с спутника, конечно, и на этом снимке видно прекрасно, где в Кременчуге попала ракета, и видно четко, что она попала рядом с торговым центром. Уже появилось видео прилета ракеты, я его выложил у себя в Телеграм. Кто еще не подписан, подписывайтесь, потому что в Ютубе такое запрещено выкладывать. Но, тем не менее, обратите внимание на то, что эта ракета действительно попала практически в ЖД-развязку, на которой, как известно, проходила разгрузка и погрузка различных грузов на промзону. И так, по удивительной случайности, получилось, что эта железнодорожная развязка находилась буквально впритык к вот этому торговому центру. На этом снимке чуть некорректно указано место попадания ракеты, оно чуть-чуть левее, но, тем не менее, можно сделать вывод, что действительно ракетный удар приходился конкретно в промзону, и на которую, на эту промзону, получается, по железной дороге подвозили различные грузы. Были ли это боеприпасы или не были, здесь уже, как говорится, вопрос риторический. Но, тем не менее, если там были боеприпасы, то, конечно, детонация этих боеприпасов, она усилила взрыв. С учетом того, что место прилета ракеты украинские военные оцепили, и никаких журналистов туда не пускали, потому что, как известно, в этом месте прилета могут быть осколки различного заграничного вооружения, например, которые могут попасть в объективы телекамер. И поэтому можно предположить, что там, действительно, на этом складе, который находился практически впритык с торговым центром, действительно были заграничные вооружения. После данных со спутника можно уже сделать логический вывод, что же там произошло и на основании чего. Поэтому я уверен, что каждый адекватный человек, отбросив пропагандистскую мишуру, сделает для себя правильный вывод. Друзья, небольшое объявление. Самые интересные видео я выкладываю у себя в телеграм-канале, потому что в ютубе есть ряд ограничений. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Ну а тем временем в Харьковской области российская армия развивает наступление и получает контроль над различными поселками возле города. И если раньше вооруженные силы Украины заявляли, что там проходит якобы какое-то контрнаступление, то мы видим, что уже там, на той территории, идет не контрнаступление, а контротступление получается, потому что ВСУ теряет поселки. Ну а тем временем на Донбассе идут бои в районе города Лисичанский. Уже ряд районов Лисичанска находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Также бои идут в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который находится рядом с городом. И, конечно, контроль над этим заводом позволит российской армии практически полностью захлопнуть крышку котла. И тогда уже с Лисичанска практически никто не уйдет. Понимая это, вооруженные силы Украины постепенно начинают покидать Лисичанский. Конечно, по дороге попадают под различные артиллерийские обстрелы. Ну а тем временем во Львовской области начали готовиться к удару со стороны Белоруссии. Несмотря на то, что чтобы дойти до Львова, там еще, знаете, вся Волынская область есть. Тем не менее, мы видим, что власти Львова начинают процессы подготовки. И это, скорее всего, связано с тем, что есть очень много вот этих местных элит, так называемых. У них есть много, знаете, сыновей, которые не хотят, конечно, никуда идти ни в какие ВСУ. И они находятся там, якобы, в терробороне. И, скорее всего, для того, чтобы задействовать именно в Львовской области все вот эти отряды терробороны, которые, как известно, не хотят ехать на фронт, мы видим, как Львовская область изображает просто, знаете, чудеса эквилибристики, лишь бы не ехать на фронт. Ну а тем временем в Российской Федерации сделали заявление в Госдуме касательно того, что военнослужащие Украины после проверки на причастность к различным военным преступлениям, и если они не причастны к каким-либо военным преступлениям и недобровольно сдались в плен, то у них есть альтернатива. Помимо того, что они могут дожидаться различного обмена, когда ситуация хоть как-то прояснится, то у них есть возможность получить российское гражданство и жить себе спокойно, на свободе. То есть получается, что те солдаты ВСУ, которые добровольно сложат оружие, то на территории России их не будет ждать тюрьма, а они могут по ускоренной процедуре в течение 3-4 месяцев получить гражданство и дожидаться окончания конфликта. Причем, как известно, в Украине двойное гражданство не запрещено, его имеют миллионы, особенно жители Западной Украины в этом деле поднаторели, потому что у них и венгерское, и польское, и румынское там гражданство есть. И здесь в этом плане, если мы просто посмотрим на апологетов, знаете, демократии и свободы в Украине, таких персонажей, как олигарх Коломойский, у тех вообще там по 3, по 4, по 5 паспортов. Но тем временем грядет саммит Большой Двадцатки. Уже западные страны заявили, что несмотря на то, что там, конечно, будет присутствовать Путин, все равно они туда приедут. Мало того, они со своей стороны пригласят Зеленского. И по этому поводу уже есть конкретная реакция со стороны России, которую высказал министр иностранных дел Лавров. Давайте послушаем. А, то, что, вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решение. Решение принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решение известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента. И тут сложно не согласиться с Лавровым, потому что действительно влияние Соединенных Штатов Америки последние 8 лет в Украине, оно было реально доминирующим и решающим. Реально, американское посольство было источником власти в Украине. Ну а тем временем на рынках так называемых финансовых просто, знаете, какой-то коллапс, потому что вот был объявлен недавно дефолт, что якобы Россия перестала выплачивать свои обязательства финансовые, потому что заморожены в России счета, но тем не менее, почему-то рынок отреагировал не падением курса рубля, а наоборот, падением курса доллара. И мы видим сейчас, что в России курс доллара упал аж до 50 рублей за доллар. Наблюдая такое веселье, конечно, Беларусь также со своей стороны уже приняла решение, что все свои обязательства перед заграничными западными странами Беларусь теперь будет выплачивать в национальной валюте. И вы представляете, что случится, если такое же решение будут принимать и другие страны, которых заставляют сейчас пользоваться евро и долларом как безальтернативной валютой. И если вот такие решения будут приняты и дальше в других странах, то это по сути будет означать полный крах мировой финансовой системы. Ну а в Украине тем временем идет планомерное уничтожение экономики с учетом тактики выжженной земли. И причем это делается осознанно, потому что иначе я не могу объяснить решение Укрзалезнеси, это украинская железная дорога, которая сделала заявление о повышении на 70% собственно стоимости транзита или перевозки грузов в Украине. Как известно, железные дороги это экономические артерии государства, через которые перекидывается основное количество грузов. Особенно с учетом того, что порты украинские заблокированы. И мы видим сейчас, что для украинских промышленников настали просто черные дни, потому что 70% повышения стоимости просто перевозки по железной дороге, это делает нерентабельным их производство и нерентабельным вывоз товара с Украины. Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников перевести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. С учетом того, что в официальных министерствах уже озвучен процент инфляции в районе 70% в Украине, то можно сделать логическое умозаключение, что доллар в реальности в Украине стоит уже 55-60 гривен, если просто анализировать данные в процентном соотношении от украинских министерств. Тем временем глава пятой колонны Белоруссии госпожа Тихоноская решила блеснуть интеллектом и сделала заявление в отношении Зеленского и потребовала, чтобы Зеленский обращался к белорусскому народу не на русском языке, оказывается. И получается достаточно странная картина, потому что Тихоновская в большинстве своем всегда говорит на русском языке, обращаясь к белорусам. А теперь, получается, Зеленского требуют, чтобы он на русском языке не говорил с белорусами. То есть получается какая-то, знаете, ну полная ахинея. Причем вот я вам сейчас ставлю фрагмент видео, там где Тихоновская грозит западными санкциями белорусскому народу и делает на это что-то на русском. Давайте послушаем. Еще больше изолируют белорусов от внешнего мира, вплоть до железного занавеса, за которым Беларусь не будут рассматривать как самостоятельное государство, а жизнь в стране придет к нищете. После этого прямо хочется сказать, эй, Светлана, давайте все-таки откажитесь от русского языка. Зачем он вам? Есть более достойные люди, которые могут разговаривать на русском языке, а вам это не к лицу. Вы, как глава пятой колонны Беларуси, должны разговаривать исключительно на английском, ну на крайняк на польском языке. Тем более, что очень скоро Светлане можно будет поговорить с очень большим количеством различных американцев именно на английском языке, потому что Соединенные Штаты Америки уже в рамках своего, знаете, расширения уже объявили, что куча военных и военных баз сформируются возле российских границ. Это, как известно, прибалтийские страны, Польша и так далее. В Белом доме заявили, что США наращивают силы в Европе не столько из-за действий России, сколько из-за долгосрочных перемен в стратегических реалиях. И эти перемены, конечно, означают то, что те страны, которые раньше входили в Варшавские договоры, были условно в Советском Союзе, то теперь во всех этих странах расположены натовские войска. И это очень серьезно меняет геополитическую расстановку сил в пользу, конечно, западных стран. И западные страны, естественно, пользуясь этим, теперь просто, знаете, пододвигают свои военные базы уже прямо к российским границам. Причем за это все платить заставляют, конечно, Европу, потому что уже Шольц, канцлер Германии, возмутился касательно этой всей истории, потому что все-таки на очень серьезных денег стоит размещение около российских границ военных баз НАТО. И уже заявил о том, что может все-таки там, около границ, сделаем какие-то вот на эти маленькие гарнизончики командные, а чтобы основные войска находились в странах НАТО, как они и сейчас находятся, знаете, где-то на базе, там, во Франции, в Германии, в Италии, в прочих странах, чтобы минимизировать расходы. Ну а в это время западные журналисты делают интересные расследования касательно того, куда же все-таки идет гуманитарная помощь, которая обильно поступает в Украину со стороны западных стран, и в том числе лекарства. И, как оказалось, по версии западных журналистов, все это лекарство продается в аптеках украинских, в сетевых, и получается, что гуманитарная помощь вроде заходит бесплатно, но, тем не менее, на этом сейчас просто зарабатывают. И, конечно, этот заработок просто не может существовать без покровительства в так называемой службе безопасности Украины. И, конечно, каждый СБУшник, который причастен к хоть какому-то, знаете, серьезному посту, то он получает с продажи гуманитарной помощи украинцам конкретно деньги. Но для того, чтобы оправдать свое бессмысленное существование, то этим СБУшникам надо каждый день показывать какие-то перемоги. Поэтому каждого человека, кто неосторожно высказался в социальных сетях в отношении того беспредела, который творит режим Зеленского, они, конечно, арестовывают и навешивают ему различные статьи, там, измена Родине, измена Зеленскому и прочее. Поэтому, дорогие друзья, я вас очень прошу, с учетом того, что сейчас происходит в Украине, вообще никаким образом публично, ни своим знакомым или там друзьям не рассказывайте про свои позиции, про свои взгляды. Не надо никому ничего объяснять и доказывать, кто должен понимать, он поймет. Кто этого не понимает, ну, собственно, с теми людьми, конечно, будет абсолютно другая история. Но самое важное, чтобы вы сохранились и находились в безопасности. Потому что в любом случае в Украине будет формироваться абсолютно новая элита. И вы реально понадобитесь. Потому что те люди, которые имеют понимание, что страну нашу нужно поднимать все-таки с колен из тех руин, в которые сейчас загоняет страну Зеленский, то такие люди очень и очень будут необходимы. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. До скорого.